Привет, друзья! В последнем видео мы разберём Крепипосту Kill Switch. Огромное спасибо моему другу Александру, который значительно отредактировал Крепипосту, чтобы можно было легче понимать её. Весной 1989 года корпорация Карвина выпустила игру, которая быстро распространилась среди американских студентов. Игра называлась Kill Switch. На первый взгляд, это была своего рода головоломка или сурвикл-хоррор. Сюжет был запутанным в лучших традициях Карвина, хотя графика была монохромной, нечёткие серые и белые формы на чёрном фоне. Саундтрек представлял собой медленные меди, версии чешских фольклорных песен. Игрокам предлагалось выбрать одного из персонажей невидимого демона по имени Гаст, Ужас, или видимой молодой девушки по имени Порта. Играть за демона было намного сложнее, потому что он был полностью невидимым, и многие из игроков перезагружали игру после первого уровня, чтобы начать играть за Порта. На первом уровне невозможно было рассчитать прыжок или прицепиться. Однако Демон был, очевидно, более могущественным персонажем. Он обладал способностью огненное дыхание и угольный дым. Но большинству игроков не хватало навыков, чтобы понять, где их персонаж Демон находится на экране после того, как заряды огненного дыхания и отравленного облака заканчивались. Таким образом, Порта стала персонажем по умолчанию. Она обладала единственной способностью, было изменение размера, которое и происходило. По-видимому, случайным образом она увеличивалась и уменьшалась в размере на протяжении всей игр. Порта приходит в себя в темноте из метели. Ее локти изранят. В поисках выхода она поднимается по уровням угольной шахты, выясняет, что когда-то она в ней работала. Она расследует причины произошедшей трагедии и подвергается нападениям демонов, таких же, как ГАСТ, а также мертвых рабочих, угольных големов и демонических инспекторов из корпорации Саватик. Квадратные тела этих инспекторов одеты в красный, единственный цвет в игре. Несмотря на простой дизайн уровней, они становятся поистине жуткими по мере прохождения игры. Косовы ГАСТ, Порта должна пробраться по туннелям с одного уровня на другой. Сюжет открывается вместе с находками Борта, кассетами, документами, мертвыми работниками завода, которые когда-то были ее друзьями. Борта также расшифровывает сложный код, записанный на нескольких железных топорах, которые игроки должны собрать. Эта часть игры была безумно сложной, и многие игроки не смогли пройти дальше, пока некий Борта 881 не выложил шифр на Колумбии в Би-Би-Эс. Борта узнает, что прикодиры, получив приказ ускорить добычу угли, стали фальсифицировать доклад о неисправностях и несчастных случаях, чтобы оправдать низкую производительность фабрики. Тогда корпорацию Саватик послал им в шахту своих инспекторов. Каждому рабочему был представлен один инспектор. Игра рассказывает ужасную историю пыток, предоставляя игроку отвратительные картинки, на которых люди в красной одежде слетят за рабочими и протыкают их суставы небольшими ножами всякий раз, когда снижались темпы работы. После решения кода на топора, Борта находит и собирает магнитофон. На записи мужской голос сообщает, что огни из земли поднялись на их защиту и вселились в мягкое оборудование, которое они использовали, чтобы отомстить за рабочих. Считается, что эти огни есть демоны как гаст, угольные облака с газообразными телами, которые оживили старые механизмы. Сами механизмы настолько огромны, что на экране видны только 2-3 зуба шестерни или лента конвейера, а не все устройство полностью. Многие рабочие были раздавлены и разорваны на части во время резни, устроенные механизмами, которые не особо заботились об их судьбе. Сама Борта провалилась в яму, куда ее столкнула одна из восставших машин. Меняющиеся размеры Борта, если это не игра воображения, объясняются ядомитыми парами, которые она вдохнула после падения. Далее начинается непонятная часть игры, которую пришлось проходить интуитивно. Найти логически верное прохождение не удалось. Борта 881 нашел решение и вложил его на форумах Коламия. В комнате, расположенной за магнитофоном, находится огромная печь, в которой из углей получали кокс. Если Борта проглотит сырой уголь, она получит контроль над своим телом и сможет продолжить борьбу за выход на верхние уровни шахты, которые невозможно пройти в гигантском состоянии, унося с собой ту самую кассету с записью событий в шахте. Kill Switch запрограммировано удалять себя с компьютера по мере прохождения ее игроком. Ее невозможно восстановить, все следы игр полностью исчезают с компьютера. Игру нельзя скопировать. Ее могут использовать только те, кто в нее играет, а затем она полностью исчезает. Ее невозможно пройти заново и открыть другие сюжетные линии и секреты. Игрок не может дать поиграть в нее другому человеку, и что, наверное, самое главное, всю игру нельзя пройти сразу за гаста и за Борта. Несложно догадаться, что недовольство игроков было огромным. Были придуманы различные методы, чтобы обойти эту систему, но ни один из них не сработал. Первый и самый распространенный способ купить еще одну копию игры, но Карвина выпустила лишь 5000 копий и отказалась спечатать дополнительные копии. Последним приобретателем игры стал Ямамото Рючи из Токио. Существует видеоролик, где он плачет смотря в экран. Игры Kill Switch не существует, историю впервые написала Кэтрин Валенты на сайте Invisible Games, или же игры Невидимки. Через несколько лет она упомянула свою историю в книге «Меланхолия рободевочки». Что касается видео, где плачет Ямамото, я тоже так могу. Игра Kill Switch не является подлинной.